Как сделать жизнь в сельской местности более привлекательной для молодого поколения? Ответы на этот вопрос искали участники слёта сельской молодёжи. Окружной проект проходит впервые в Кирове. К работе подключились молодые парламентарии при Волжии, эксперты Российского Союза молодёжи, а также профильные министры и руководители сельхозпредприятий. Жизнь в селе должна быть совершенно похожа, идентична она по условиям, по развитию, по возможности заниматься спортом, культурой, искусством с городскими условиями. Вот, ни больше, ни меньше. Иначе мы будем иметь проблемы на селе, мы будем испытывать постоянно дефицит кадров. Среди участников и ребята из Ульяновской области. Ребята подготовили предложения по развитию инфраструктуры и создании рабочих мест в деревнях и посёлках. Говорили и о действующих мерах поддержки. В том числе реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На её реализацию у Ульяновской области в этом году выделено 486 миллионов рублей. Сумма направлена на благоустройство, строительство дорог, сетей водоснабжения, а также создание условий для привлечения кадров на сельские предприятия. Несмотря на то, что на разных территориях у нас совершенно всё по-разному, но люди, видимо, тонко чувствуют то, что действительно нужно нашей молодёжи для её развития на селе, и применяют ровно те меры поддержки, которые там работают. Мне удивительно было там отдельные вещи услышать, но вместе с тем я точно думаю, что мы докрутим какие-то меры поддержки, которые пока не находят отклика у молодёжи. В течение трёх дней на дискуссионных площадках рассмотрят успешные практики поддержки молодых людей и сформируют новые решения и законодательные инициативы. А далее предложение участников слёта рассмотрят на заседании Ассоциации законодателей с участием полномочного представителя президента России ФПФО Игоря Комарова.